В эфире новости 24 на 6 канале в студии Алексей Дудин. Добрый вечер. Когда злой бывает, троих убивает. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего Алексея Ярова. Год назад в Собинке он выпивал со знакомыми. Возник конфликт. Яров нанес хозяину квартиры и его приятелю множественные ножевые ранения, от которых потерпевшие скончались на месте. В квартире еще оставалась женщина. И чтобы скрыть следы преступления, он заставил ее смыть следы крови и застирать одежду. Затем, не желая оставлять свидетеля, зарезал ее. А из квартиры похитил золотые изделия. Про Ярова известно, что он бомжевал и лечился от алкоголизма в психиатрической больнице. Несмотря на это, считается вменяемым и вряд ли избежит уголовной ответственности. За убийство троих человек ему грозит вплоть до пожизненного заключения. Нам эксперты дали, что он меняемый. Поэтому направили с обвинительным заключением, а не с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера. Молодую женщину обвиняют в мошенничестве. Сегодня во Фрунзенском райсуде состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении 23-летней Екатерины Фоминой. Она, будучи гендиректором турфирмы Катрин Тревел, оформляла липовые документы. А когда люди приезжали в аэропорт, то в списках на самолет себя не обнаруживали. В результате мошеннических манипуляций имена присвоила более 200 тысяч рублей. Из зала суда репортаж Ирина Начаровой. Татьяна Иванова год назад с семьей не смогла вылететь из Благовещенска. Билеты стоимостью чуть больше 22 тысяч рублей были забронированы, но турфирма Катрин Тревел денег за них не перечислила. В результате пришлось купить другие за 40 тысяч. Хотела бы, чтобы наказание было справедливым, потому что если сейчас она останется безнаказанной, то дальше она пойдет еще дальше, я думаю. Знаете, я до сих пор не верю, что у нее выплатят. Анжелика Дебрская в июне прошлого года так и не смогла полететь с мужем и двумя детьми в Турцию. Сутки семья провела в аэропорту. Тем не менее, пострадавшая не держит на обидчицу зла. С одной стороны, я вижу, что она этого и не хотела. Да, ну так вот, как объяснить. Вроде бы получилось, она их забронировала, какую-то часть денег проплатила. Вы видите, сколько пострадавших, а вы продолжите ее видеть. Потому что мне вернули, наверное, деньги. Возможно, это как-то смягчило встать. Спустя год. Спустя год, да. Анжелика Дебрская действительно получила назад свои кровные 95 тысяч рублей и даже попросила прекратить уголовное преследование директора турфирмы. Претензий больше не имеет и Лилия Буркевич. Мне все возместило вещь ущерб, поэтому я никаких претензий не имею и прошу ее не наказывать. С данными потерпевшими достигнуто соглашение о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Адвокат предпринимательницы попросил судью прекратить уголовные дела по этим двум потерпевшим. Однако надзорный орган не согласен. Я возражаю против прекращения уголовного дела. По принципу, специальная справедливость будет достигнута, реализована лишь в случае вынесения судом приговора. Самое интересное началось, когда судья удалился для принятия решения в совещательную комнату. Сначала потерпевшие вступили в перепалку с адвокатом директора турагентства. Монстры, как опыт, я считаю, что из моей подзащитной делать не надо. Мы содеянные, она содеянным сожалеет. Давайте на данный момент без комментариев. А затем адвокат неожиданно предложил расплатиться с остальными потерпевшими прямо в зале суда. Давайте мы сейчас возместим вам деньги. Неловкая пауза длилась не больше пяти минут. Первой сдалась Светлана Хорошего. Ей Фомина должна за испорченный отдых чуть больше 21 тысячи рублей. Татьяна Иванова держалась дольше, но после разговора с родственниками тоже сдалась. Решила забрать часть долга 22 тысячи рублей. Не поддалась искушению забрать свои кровные только Ирина Павлова. Она твердо намерена дождаться приговора суда. Чтобы она поняла, каково это было. С маленькими детьми ходить по аэропортам ездить. С одного города на другой. Мне уже суть не в деньгах, а в том, чтобы человек понес наказание. После перерыва процесс продолжился. Судья принял решение прекратить уголовные дела по эпизодам двух пострадавших, получивших назад свои деньги. Несмотря на возражения прокурора. А всего по уголовному делу проходят семь потерпевших. Кстати, погашение долгов требуют и банки. Екатерина Фомина трижды воспользовалась чужими документами для оформления кредитов на ничего не подозревающих клиентов. Долг банкирам составляет около 300 тысяч рублей. Приговор гендиректора турфирмы судья озвучит предположительно уже на следующем судебном заседании. Ирина Начарова, Евгений Токарев, Шестой канал. Что думает начальник Владимирских тюрем о камере люкс, которую обнаружили в минувшем году в Визняковской колонии? Сколько человек за колючей проволокой покончили с собой и о чем просят осужденные Андрея Виноградова? Сегодня начальник регионального УФСИН провел пресс-конференцию. Она была посвящена итогам 2014-го. Подробности расскажет Юлия Кузнецова. Изъято 93 сотовых телефона, почти 800 граммов наркотиков и более 15 литров спиртного. Это список запрещенных предметов, которые за прошлый год пытались передать осужденным, но сотрудники спецучреждений не позволили. Наркотики чаще всего присылают почты или просто перекидывают через забор. Есть, правда, и более изощренные способы. Можно даже сказать, что авиация пока не применяется, в том числе беспилотные летательные аппараты, как в других учреждениях есть такие случаи, примеры. Но такие предметы, как арбалет, по крайней мере, два изъяли у лиц задержанных. Мобильники в исправительных учреждениях отдельная тема. С их помощью некоторые осужденные занимаются мошенничеством. Это те самые люди, которые звонят бабушкам и просят перевести им деньги, чтобы спасти сына или внука от уголовной ответственности. Одного из таких заключенных вычислили. Его дело прокуратура уже передала в суд. Но вот откуда берутся телефоны у преступников? Андрей Виноградов честно признался, еще не все каналы удалось пресечь. Не исключаю еще возможность, как говорю, что это предательство интересов службы отдельными сотрудниками недобросовестными, которые, используя служебное положение, доставляют запрещенные предметы. Тем не менее, заключенные жалуются. И прежде всего на приговор, а когда его уже не удается изменить, на медобслуживание. Но, по словам Андрея Виноградова, на медпомощь осужденным за 2014 год было потрачено 9 миллионов рублей. Так что, как говорится, грех жаловаться. Правда, заключенные за колючей проволокой все равно умирают. За прошлый год скончалось 85 человек. И прежде всего из-за туберкулеза, который у многих отягощен ВИЧ-инфекцией или гепатитом. А 12 человек сами приняли решение уйти из жизни. Все эти случаи расследуются. Но причина зачастую понятна. Например, на свободе пил, жена ушла, попал за решетку, а дальше... Попав в колонию, он пить-то, соответственно, бросил. И трезвый взгляд на свою жизнь, он его привел к какому-то такому-то выводу. Я говорю, что мы, наверное, могли бы сработать лучше. Мы могли бы, наверное, психологами, оперативными работниками спрофилактировать эту ситуацию. Но мотивировать его, поставить ему цель в жизни, ну, наверное, согласитесь, что было не так-то просто. Спросили журналисты, начальника УФСИН и о том, чем завершилось разбирательство по делу так называемой 104-й бригады. В прошлом году в ходе внеплановой проверки на территории колонии Вязниках наблюдатели нашли отдельные помещения. По их мнению, там заключенные содержались на привилегированных условиях. По словам председателя наблюдательной комиссии Андрея Лыкова, в этой камере была даже плазма, холодильник с фруктами, спортивные снаряды и отличный санузел. Тогда региональное руководство УФСИН сказало, что это обычное условие, просто в помещении был сделан ремонт. И сегодня Андрей Виноградов еще раз это подтвердил. Никакой там привилегированной квартире, бригаде какой-то речи быть и не могло, и ничего такого не выявлялось в общем-то учреждении. Но в настоящий момент опять же следствие еще не закончено. И об этом можно говорить только, наверное, после того, как суд примет решение. Рассказал Андрей Виноградов и о нападениях на сотрудников УФСИН. Таких за прошлый год было три. В отношении заключенных возбуждены новые уголовные дела. О жизни пострадавших сотрудников уже ничего не угрожает. Что нужно контролировать в ЖКХ? На этот вопрос постарались ответить власти, а заодно и дать некоторые рекомендации общественникам из ЖКХ контроля. Как проходит лицензирование управляющих организаций? Сколько из них уже отсеялись? И почему некоторые вопросы общественников властям не нашли ответа? Подробности в репортаже Алексея Сокова. Экзамены закончились, двоечники есть. Правда, какие управляющие организации не прошли первый этап лицензирования, главный жилинспектор области не уточнил. Известно только, что их две. Проверять управкомпании продолжат до 1 апреля. Смотреть будут не только, как дворы и подъезды убираются, но и документы сверять. Важный момент, уверяет Сергей Шахрай, наличие договоров на обслуживание с ресурсоснабжающими организациями. Как показала практика, отсутствие такой договорной обвязки приводит... А, во-первых, это несчастные случаи, то есть, что касается газовой оборудования или фтовой оборудования, которая просто не обслуживается. И Б, это повышение, существенное повышение платы гражданами. В первую очередь, по общей домовым нужным. Получается увеличение цифры в строке квитанции за ОДН безответственность управкомпании. Если всё будет хорошо, то управленцы должны лицензию получить до 1 мая. Но она не вечна. Право на управление конкретным домом потерять можно в любой момент. Если население будет жаловаться на управленцев за неисполнение договорных обязательств. Чтобы безответственную правкомпания перестала существовать совсем, она должна лишиться 15% клиентов. Если в организации 10 домов, то это небольшая проблема. А вот если в организации 200, 300 или 400 домов, у нас такие управляющие организации есть в Владимирской области, то эта процедура очень сложная и очень требует, скажем так, сосредоточенной и плотной работы. Причем работа должна быть в взаимодействии с вами. Вместе с вами это с общественниками. Но лично у директора департамента ЖКХ диалог с общественниками не заладился. Вопросы некоторых Смолина посчитала слишком узкими. Например, люди спрашивали про один из домов в Гороховце. Там, еще 5 лет назад, управкомпания некачественно сделала капремонт. И крыша течет до сих пор. Суд проиграли. Я неграмотный человек юридически. Но и то вижу, что что-то не то. Понимаете, суд принял решение отказать в соблюдении технических норм, предусмотренные законом. И устранить брак. Это что? Это коррупция. Директор департамента ЖКХ Смолина вместо того, чтобы помочь, указала общественнице, чем она должна заниматься. Вот этот пенсионер, про всем уважение к ней, мы с ней общались, и в Гороховце в том числе, вот ни одного другого вопроса не задает. Понимаете? Вот мне вот это вот, я просто говорю, ни один, вот волнует полевая 43 и все. А я считаю, что общественник должен переживать за ситуацию в ЖКХ во всем городе Гороховце. Ознаменовалось собрание ЖКХ контролеров и первым появлением на широкой публике нового директора фонда капремонта Светланы Горшковой, которая ранее долгое время работала замом Смолиной. Так что видеться с общественниками ей не впервой. Я вот была у истоков вместе со всеми присутствующими здесь коллегами создания этой общественной организации ЖКХ контроль, то, конечно, я прекрасно понимаю, перейдя на другую работу, фонд капитального ремонта, что организовать взаимодействие эффективное, это будет уже большая помощь и большое подспорье. Получается, ЖКХ контролеров создавала власть, которую общественники в том числе должны контролировать. Остается надеяться, что контроль все же будет непредвзятым. Алексей Соков, Александр Мажаров, 6 канал. То есть есть соответствующий механизм. Страницы блокадного детства. Книгу под таким названием презентовали сегодня во Владимирском доме дружбы. Ее авторы – Владимирцы, чье детство прошло в блокадном Ленинграде. В день 71-й годовщины снятия фашистской блокады они поделились своими воспоминаниями с нашими корреспондентами. В блокаду Михаилу Сергеевичу было всего три года, но он помнит, чтобы согреться зимой, печку топили мебелью, что стояло в квартире. А чтобы дети не умирали от голода, взрослые жертвовали самым дорогим. Чтобы маленький Миша Коншин выжил, отчим матери мальчика отдал свои карточки. Он сказал, Наташа, спасай Мишу, мне время тлеть, ему цвести. То есть он все карточки свои продуктовые отдал маме, чтобы она меня спасала. И он умер 11 марта 1943 года от голода, 63 года ему. И вот на саночках его увозили, это был скелет обтянутой кожей. А вот как вывезли Мишу из Ленинграда можно узнать в этой книге. Страница блокадного детства. Это воспоминания 23-х владимирцев, которые видели город на Неве в самые страшные его годы. Книгу решили написать год назад, к 70-летию снятия блокады. Собранных 55 тысяч рублей хватило на 450 экземпляров. Для розничной продажи тираж маловат, но для школьных библиотек книг хватит. Возможно, они помогут кому-то разобраться с тем, как вообще можно жить, как вообще люди могли выжить в то страшное время, во время 900-дневной блокады Ленинграда. И вот это бесценные страницы, которые хотелось бы, чтобы прочитали буквально каждый. Как выглядел тогда Ленинград, можно узнать не только по военной хронике. Внутри Владимирской книги размещены вот эти иллюстрации. Нарисованы они Владимирской художницей Лолой Анисимовой. В основном по памяти. Вот полуторка везет умерших на кладбище. Вот горят продовольственные склады. Лолу Васильевну эвакуировали из Ленинграда в возрасте 6 лет. Но страшные ленинградские картинки она запомнила на всю жизнь. И мы с мамой побежали, вот сюда бежим-бежим, а вот здесь бомбоубежище. И мы сразу раз и спрятались в это бомбоубежище. И вдруг летят самолеты. Самолеты летели, одну бомбу они сюда бросили, а вторую бомбу сюда. А вот эта бомба не разорвалась. И когда я бываю сейчас в Ленинграде, я все время говорю, здесь же бомба. На сделанном создателе первой книги о блокадном детстве останавливаться не собираются. Ведь во Владимире живут еще 59 очевидцев ленинградских событий военной поры. И им тоже есть что рассказать. Александр Инин, Валерия Саенко, Евгений Токарев, 6 канал. Райских яблок много не бывает. Во Владимир уже не в первый раз привозят спектакль с таким названием. И все благодаря сыну известного актера Никите Высоцкому. Как оказалось, этот спектакль только начало масштабного проекта. Какие поводы для радости будут у поклонников творчества Высоцкого в этом году? Валерия Саенко расскажет подробнее. Этот спектакль для тех, кто хочет почувствовать Высоцкого на уровне эмоций. Из текста почти одни песни. Порядок не случайный. Через них можно проследить всю жизнь автора. Диалоги только для предыстории. К примеру, после таких документов появилась песня про Мангустов. О жизни бар до полтора часа рассказывают только два актера. Создатель спектакля Никита Высоцкий признается, главная роль создавалась именно для Алексея Зыкова. Высоцкого в его исполнении нескучно слушать и несколько часов. А вот Светлана Григорьева на сцене воплощает всех женщин, которые были в жизни звезды. А ты, вырослась из пиджака, из фига, уже оскоряй. Музыка, когда мы с дорогой не вмешивались, мы очень боялись за тебя. А когда я собираюсь, что ты победила, нам принесли бесплатный ужин. В год литературы творчества Высоцкого уделят немало времени. Нас снова ждет межрегиональный фестиваль бардовской песни «Вертикаль». Он уже проходил в нашей области. К нему приобщают даже совсем маленьких, которые, казалось бы, до переживания автора еще не доросли. Дети настолько здорово и прониклись этой темой. Они писали сочинения, они рисовали рисунки, а самое главное, они пели песни, читали стихи. Это было очень здорово. Финал проходил в городе Берховце. И эта идея, мы еще раз пытаемся на более широкий масштаб поставить. Идею фестиваля поддерживает и сын поэта. По его мнению, в России сейчас то время, когда Высоцкий особенно нужен. Вот и спектакль «Разские яблоки» существует уже 10 лет, но по-прежнему пользуется популярностью как в нашей стране, так и за рубежом. Секрет, конечно, в энергии песен Высоцкого. Я всегда волнуюсь, и вот когда люди приходят в зал, для меня это вот как открытие. Очень много лет прошло, ну почти вся моя сознательная жизнь прошла как без него, а он нужен. Вот, я думаю, что молодые люди вот эти, ну опять же спрашивать надо их, но он им, он им нужен. Валерия Саенко и Артем Горчаков, Шестой канал. Самый быстрый и меткий полицейский. В областном центре прошли соревнования среди региональных стражей порядка. Соревновались сотрудники ОМВД в лыжных гонках и стрельбе из табельного оружия. По регламенту состязаний за честь каждого района борется команда из пяти человек. Есть ли снайперы среди владимирских блюстителей закона и какой коллектив признан лучшим по итогам двоеборья? Расскажем далее. На выполнение задания у полицейского 20 секунд. За это время надо успеть преодолеть 25-метровую дистанцию и произвести пять выстрелов по мишени. Сначала участники ведут огонь в область груди предполагаемого преступника, затем стреляют по ногам. Юлия Меркулова и стражу порядка из Мурома на областных состязаниях тяжелее вдвойне. Помимо психологической нагрузки во время прицеливания, ей необходимо справиться и с болевыми ощущениями. У кандидата в мастера спорта по стрельбе травма ноги. Добежать добежала. После уже болевые ощущения ощущаются, когда уже закончилась стрельба, концентрация прошла. А так старалась концентрироваться на мишени на стрельбе. Так или иначе, но полицейский из Мурома с расстояния 25 метров попала несколько раз в яблочко. Впрочем, точными выстрелами отметились большинство участников. 8, 8, 10. Один участник выбил 4 десятки из 10 максимально. Остальные были 9-8 по 1-2 потери. Достаточно уверенно. Исходя из того, что надо пробежать дистанцию, уложится время на выполнение проражения всего 20 секунд. А это уже забег и стрельба среди мужчин. Они соревнуются в двух возрастных группах. Старше и моложе 35 лет. Ведут огонь стражепорядкой стабильного оружия. 9-ти миллиметрового пистолета Макарова. Большинство полицейских, принимающих участие в конкурсе, стреляют из него исключительно на тренировках и соревнованиях. А вот Александр Староверкин один из немногих, кому приходилось применять огнестрельное оружие по долгу службы. При преследовании автомобиля водитель не выполнял неоднократные требования обстановки. Ну и путем повреждения автомобиля данный водитель был задержан. По колесам поговорили? Конечно. С первого раза попали? Ну там трудно было сказать, потому что все было динамично развивалось. Поэтому сказать, что с первого или с второго. Естественно, соревнования отличаются от реальных ситуаций. Однако, что на конкурсе, что на задании, главное – психологическая устойчивость. Самая главная борьба – это борьба с собой. В стрельбе надо психологически побороть себя. После этого только рождается хороший выстрел. По итогам стрельбы и лыжных гонок лучшими стали две команды. Золотые медали поделили Владимирские полицейские и сборная Центра профессиональной подготовки. Помимо этого награды были вручены и в личном первенстве. Теперь самые меткие стрелки и быстрые лыжники отправятся на Всероссийский чемпионат полицейских защищать честь Владимирской области. Алексей Дудин, Александр Мажаров, Шестой канал. Далее блок полезной информации и прогноз погоды. А я напоминаю, еще больше новостей читайте на сайте Шестого канала www.6tv.ru Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова